Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1287. Событие дня. Иакова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей за 25 июня 2019 года. Наше объявление о детях. Затормозите и прочитайте, и так будет показано. И далее тут переписка идет с нашим Содружественным, с чатом называет. Не люблю это название. Непонятно. Приподнять маленько, наверное, надо. Непонятно. Приподнимаем. Непонятно. past. Продолжение следует... Продолжение следует... Выставляю переписку... Продолжение следует... 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 Я не видел в жизни такого боли никогда. Непонятно, что там в записи. Что там предлагаешь, ты что? Ты что нам предлагаешь, в чем покаяться? Мы не видим проблемы, понимаешь? Потому что люди, по большей части, все брехуны. Все, все брехуны. Когда тебя просят икону сделать для кота, понимаешь? Кот заболел, а ему нужна икона. У меня уже сил нет, понимаешь? И он предложил выйти мне тогда первый раз на скайпе. Я ей говорю, вы, наверное, хотите умереть за Христа. Это он мне сказал, Сергей Козлов, парализованный. А по его примеру, никому нельзя поступать. А ему только можно одному и все. Что интересно, это постоянно уже говорят. С момента, как я обратился к Богу. Все Геннадии Фасты, отец Геннадия Виталий. Виталий. Когда ты познакомился с Игнатием Тихоновича Лапкиным? Помнишь, Сергей? В 2013 году, да, зимой, наверное, да, в 2013. Или в 2012, что-то я не помню. Вообще, начал я его увидел в интернете в 2012 году. То есть, тогда еще у них стоял только сайт к истине. И вот, понимаешь, я наткнулся там на аудиофайл. То есть, была папка с файлами. Я начал слушать, где он на собраниях людей. То есть, не проповедь, а собрание людей. И он там на собраниях научает людей жизни. То есть, что меня задело в то время, чего там сбрехнуть, сказать неправду. Ну, чисто так. Человек пришел отмазаться от него. Что-то ответил, не попал. Ну, и все. Ответил, да, ответил. Ты понимаешь, я встречаю такого человека. Я не видел такого в жизни и более никогда. Встречаю такого человека, который за каждую мелочь. Вот тогда еще отец. И мой не Аким, знаешь кто? Из Грузии. Виталий, отец Наум. Сергей, Наум. Да. Вот тогда он был еще в общине молодой. Тогда сколько лет? Тридцать с небольшим. И он работал тогда на развозчике каком-то работал. И женщину отвозил. Он не помню, то ли на вокзал, то ли куда-то во время перерыва, не в свое рабочее, не в свое, а рабочее время. И, значит, Игнатий Тихонович к нему подошел туда и говорит, какое ты имеешь право за государственные деньги свои нужно исправлять? И ты знаешь, он не понимает, это тогда в Советском Союзе было нормой. Ну, как так, два литра бензина. Тогда десятки литров сливали этот бензин на землю. И вопросов не было никаких. Он стоил четыре копейки. И тут он к нему такой вопрос задает. Обречает его и предлагает ему осознать свой грех. А тот никак, понимаешь, и женщины, которые в машине, никак лбом в стену бьют. Ты что нам предлагаешь? Чем покаяться? Не видим проблему. И, натолкнувшись с этим роликом, меня просто ошарашило. Я увидел эту проблему честности. Насколько человек должен быть честным и отвечать за свои слова, за свои поступки. Вот этим он понравился. И я не знал, где его искать и чего. Я даже не знал о том, что Сергей пишет. Ну, и все, начал слушать его проповедию. Ну, а потом я уже увидел, когда они начали выставлять ролики в интернете. Виталий. Первые ролики его, это миссия, это его книги. Издал и стал развозить по всему миру. Сергей. Нет, не первые ролики. До этого были еще ролики. Благовествовали. И нашел его как? Я нашел его в моем мире. Он тогда добавлял всех христиан. Он зарегистрировался в моем мире. И он предлагал дружбу всем. И я в том числе, я попал в те ряды, у него на то время было где-то до сорока или пятидесяти тысяч друзей. И вот он года четыре назад стал удалять людей с открытым лицом и с такими фотографиями. Не знаю, сколько ему пришлось месяц потратить, чтобы их удалить. То есть, когда вместо человека фотографии что-то другое стоит. И в моем мире была массовая рассылка. Он делал фотографии, ссылки написать, писания отцов. Из книг, из своих, и делал массовую рассылку. Я отвечал на его письма. И тут на одно письмо я ответил. Вы, наверное, хотите умереть за Христа. Его как-то это задело, как за живое. Он предложил выйти на скайп в 12-13 году. Беседу надо поискать. Это сохранилось. Виталий, что понравилось тебе в нем и почему, Сергей? На первой или на второй беседе он мне предложил. Ты можешь обречить, что во мне не так? А я ему говорю, ну, с людьми полегче надо. Понимаешь, я сам жесткий человек. Не люблю в себе и это и в нем вижу. Исправить хочу это в себе. А посмотри, он с этим тоже в последнее время, видимо, на поправку. Он видит в себе эту жесткость. И мне вот это не нравилось в нем. А что нравилось? Открытость, честность. Оно покоряет, вылюбляет человека. И влюбляет это его честность. Потому что люди, по большей части, брехуны все. Все брехуны. Вот это оно обречает внутреннее состояние человека. Обречает и перетягивает. Ну, когда говоришь про каноны, что вот за обор 10 лет и там за волшебство 18. Вот жесткость-то в чем. Не то, что я сейчас это придумываю. Я поясняю. Виталий, какую пользу тебе принесла дружба с Игнатием Тихоновичем? Сергей, я стал другим человеком. Именно по отношению к людям. По отношению к Богу. В первую очередь, любовь к Писанию. Если бы не он, от кого бы я мог научиться? Православие сейчас какое отношение к Писанию? Да его никто сейчас и не считает. Люди прошли Евангелие. Ну, друг друга разное. Цели нет. Люди не видят и пользы никакой. А я увидел пользу именно через него. Он открывает живость Писания. Писание открылось. Слово Божие есть. То есть оно живое. Потому вот этим он покорил Виталия. Вот люди очаровываются, разочаровываются. Сергей, да, разочаровывается. Видя его человеческие качества. Чисто человеческие качества. Недуховные. По душе, по плоти. Его отношения к близне. Люди так воспитанные были. Много они говорят. Суровые. То есть, опять же, то. Я ничего не требую, кроме того, что жить скромно. Исполнять посты. Это жесткость. Ну, а в другого-то нету выхода. Вообще нету. Не существует. Или да, или нет. А остальное от лукавого. Пост, значит, пост. Лукавить не надо. Я православный. И все вопросы сняты. Жесткие. А как по-другому? Надо спать меньше. Есть меньше. И жить для Бога. Видеть нужду другого. Узнавать. Писание говорит. Значит, оно обязывает меня. Жестко. Виталий, есть ролик предпоследний с Юрием. И ты в нем сказал, что 95% людей очаровываются Игнатихнычем. А потом разочаровываются. Сергей, я сказал 99%. Если сам бы ИТ хотел бы привязать людей, причем сколько бы хотел бы привязать людей, он бы привязал людей. Но он действует именно так, что оставаться независимым. Ведь если вокруг много людей, ты становишься во многом обязанным, ответственным за них. А он их как-то умышленно отталкивает. Отталкивает как? Вот, допустим, он предлагает человеку раскрыться. И он его обречает. А обречает так, как его родная мама не обречала. Понимаешь? И человеку это неприятно и неприемлемо. И человек отходит моментально. Отношения его... ЦП, я не знаю, может быть, МП здесь. Я прекрасно его знаю. От и до, от корки до корки. Да, Сергей много потратился. Сделал из моего сайта отдельный свой сайт. Какие-то там программисты из Израиля и Беларуси. Я говорю, ну сколько же ты затратился? И потом он узнал, 300 тысяч заплатил. Ужас какой. 300 тысяч? Когда я за 3 рубля бы не согласился. У него все бесплатно. Виталий, ты имеешь в виду и земной... К земной кюридзикции. Сергей, к московской, московской патриархии. Проблемы все он осветил. Есть что исправлять. Он указал на это. Я, в принципе, назову их последовательно. Я стараюсь его принципами жить. И показываю людям, где нужно исправлять. Виталий, что побудило открыть свой канал? О, Сергей Проповедь. Слово Божье живое и есть. Есть люди по душе, с кем можно пообщаться. Каналам уже лет 10. Ютуб у меня уже давно. Я открыл еще до Игнатия Тихоновича. Я открыл до него. Но Игнатий Тихонович открыл сам до полгода до меня. И когда я с ним познакомился, мы с ним вместе стали развивать эту тему. Я установил ему программу для общения в Скайпе. И первые ролики были мои. А потом я отошел от Игнатия Тихоновича. Своей работы было много. Иконы, заказы. А у Игнатия Тихоновича была... У него самого жажда выставлять ролики. Игнатий Тихонович идет на общение со всеми. Неразборчив в людях. Надо поставить ему фейс-контроль. Ведь сейчас видно человека, будет ли он его слушать или нет. Люди многие заходят сначала ко мне. Потом к нему заходят на общение. Многих людей я привел к нему. Я вроде как являюсь виновным... Виновником в некоторых событиях с Куратовским, Дудином. Я как бы и сватал. Познакомьтесь. Но через какое-то время выходит плохо. Виталий, альтернатива есть, если это жесткие. Сергей, нет. В интернете нет. Ничего не найдешь. Если ты как с Господом установишь контакт. Только тогда он покажет, с кем общаться. Лена, скорее, не хотела потеряю. Я ей сказал, не надо. Конфликтные люди. Лена, Роман. Их надо проверять. Не всем полезно будет. Ведь многие соблазняются и потом православие оставляют. Наслушаются, а потом обличают попов и их из храмов выгоняют. Должно быть особое разумение чистота. Чистота, которую мы потеряли. Первую половину жизни мы растощали все. А Игнать Тихонович ее собирал. Чистоту и плоти, и души. А где мы ее возьмем, если пороки не живут, но следы-то оставили? Виталий, пережил ли ты рождение свыше? Сергей, а ты по мне не видишь? Если я живу одним Господом, и другой темы нет в этом мире. Я прощел Библию, поясняет. Проснулся другим человеком. Друзья приходили выпить и курить приносили. И телевизор смотрел, и по-мужски мог поругаться. Но что-то в один миг изменилось. Тогда я не знал, что со мной произошло. Я говорил только о Господе, кто словно пришел с совком и веником и вымел всю грязь. Родители сказали, что я с ума сошел. Виталий, мнение о родителе изменилось? Сергей, да, конечно. Отец умер верующий, но по-своему. Матушка развивается духовно и рост заметен из года в год. И ставит мне в пример. Говорит, меня в пример. Говорит, что она духовно возрастает от меня. Виталий, был период, когда писал иконы. Сейчас не пишешь иконы. Сергей, сил уже нет. Болею сильно. Сил, но не душевных, а физических сил нет. И желания нет. Он говорит, что я и дал поклонник какой, что ли, икона, икона. Сталкиваешься с письмами от людей православно-православными. Когда заболеет кот и просят написать икону коту. И желания пропадают. Становишься соучастником процесса. А дальше идет беседа, ща-то рулетки. Это вот вчерашний день. Вот такое дело. Ну, на этом, считай, все.